Сегодня мой собеседник Юрий Лейбман, председатель Оргкомитета благотворительного концерта, который состоится 27 мая. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, в поддержку кого организовано это мероприятие? Этот концерт мы решили организовать для сбора средств на операцию маленькому мальчику, которого зовут Егор Рогозин. Сразу возникают вопросы, а почему именно Егор Рогозин, а не кто-то другой? Но предыстория такова. Его дед, Александр Георгиевич Рогозин, стоял у истоков развития джаза в городе Барнауле, в Алтайском крае. Это замечательный музыкант, бас-гитарист, чудесный человек. Так вот, Егор – это его внук. Егору на сегодняшний день 8,5 лет. Хороший мальчишка, учится в специализированной школе, и учителя говорят о том, что он очень смекалистый, очень сообразительный мальчик. Но диагноз, который был ему поставлен в 3 года, детский церебральный паралич, вносит свои отрицательные, негативные, страшные коррективы в его жизнь. Поэтому была ему сделана одна операция, он прошел обследование в Чехии, прошел обследование в Израиле, и везде было рекомендовано ему пройти вторую операцию. Причем эта операция должна состояться в этом, в 2015 году, потому что далее, по мере того, как он будет взрослеть, она будет просто без перспективы. Сколько средств необходимо на эту операцию? Ну, на эту операцию необходимо около 40 тысяч долларов. Расскажите немного о программе концерта, кто согласился участвовать, и если бы был жив дед Александр Рогозин, он бы наверняка тоже вышел на сцену, но его, к сожалению, совсем недавно не стало. Вот так случилось, что более полугода назад Саша ушел из жизни, поэтому вот эта помощь его внуку, своего рода, дань тому большому вкладу, который он внес в развитие музыкальной джазовой, музыкальной культуры города Барнаула. Коллективы, которые будут участвовать в этом концерте, они самые разнообразные. Для чего? Для того, чтобы публика была самого широкого круга. То есть не обязательно должны быть любители джаза, да? Значит, здесь могут быть и любители музыки Владимира Кислова, да? Могут быть любители музыки Сергея Харина, цыганский джаз, да? Могут быть любители фьюжина, например, это вот Сергей Мандыч. В то же время здесь будет петь Лев Шапира, группа «Такие дела», Барнаульский дикселент под управлением Сергея Ведерникова, знаменитая «девятка» Сергея Лазорина. Если вдруг на этом концерте мы не соберем необходимую сумму денег, продолжатся ли подобные акции? То, что касается этого концерта, я очень надеюсь на то, что зал будет заполнен полностью. А если мы не соберем необходимую сумму денег, то, конечно, мы будем эту акцию повторять. Почему? Потому что, ну, богоугодное дело, будем так говорить, и бросать ребенка. Ну, уж раз начали, надо заканчивать, надо продолжать, надо получать какие-то результаты. Как в кругу музыкантов настроение? Может быть, стоят подобные концерты проводить в поддержку других ребятишек? Ну, вопрос, в общем-то, будем говорить, к месту и вовремя. Почему? Потому что мы с ребятами, когда разговаривали, обсуждали вот тему вот этого настоящего концерта, была затронута как раз вот тема помощи ребятишкам, которые, ну, живут в Барнауле. Почему? Потому что с таким диагнозом, да и с более тяжелыми диагнозами детей очень много. И поэтому, в принципе, все готовы работать, собирать деньги для того, чтобы оказывать какую-то помощь. Как это будет организовано? Это будет или в форме концерта, или, может, в форме какого-то десанта, когда можно будет с музыкантами собраться и проехать, например, там, ближайшие районные центры. Это время покажет, как удобнее это будет. Почему? Потому что, ну, очень многие просто работают и не могут позволить себе там на три, на пять, на семь дней сесть и выехать куда-то. Но, тем не менее, тема это есть, вопрос этот есть, он как-то обсуждается, и в воздухе он не повесен. Спасибо вам за встречу. Я напоминаю, что сегодня мой собеседник Юрий Лейбман, председатель Оргкомитета благотворительного концерта в поддержку Егора Рогозина. У мальчика детский серебральный паралич. Концерт состоится 27 мая. Продолжение следует...